МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Примерно чуть более часа назад на момент прибытия пожарных огнем была охвачена вся восточная часть здания с первого по последние этажи. Огонь перекинулся на припаркованные во дворе автомобили. Как сейчас сообщают очевидцы, огонь продолжает распространяться и якобы уже перекинулся с внешнего фасада, который горел на сами квартиры, например, на третьем этаже. Из дома проводилась эвакуация жильцов. В настоящее время нет сведений о том, есть ли пострадавшие или погибшие. Известно, что дом введен в эксплуатацию в 2011 году строительной компанией Сибагропромстрой и построен этой самой компанией. Огонь распространяется по вентиляционному фасаду и утеплителю. Именно поэтому, по словам очевидцев, распространялся очень быстро. Сейчас вы видите кадры этого пожара, который нам отправили наши телезрители. Подъезд пожарных автомобилей во двор был затруднен из-за огромного количества припаркованных во дворах автомобилей. Именно поэтому приступить к тушению пожарным удалось не сразу. Я надеюсь, что сейчас у нас есть возможность связаться с шеф-редактором новостей ТВК Марии Бухтуевой, которая также находится на месте событий. Маша, слышишь ли ты меня? Маша? Я пока не слышу Марии, мы пытаемся с ней связаться. Я также сообщу, что для вас работает наш смс-сервис номер 9020 в начале сообщения ТВК. Пробелы, далее ваш текст. Если вам известно что-то о причинах, последствиях возгорания, либо вы находитесь на месте и можете поделиться какой-то информацией, также отправляйте нам всю эту информацию, будем делиться ей в прямом эфире. Также, как известно, сейчас на месте работает первый заместитель главы города Игорь Титенков, который, вероятнее всего, возглавит штаб, который будет расследовать обстоятельства всего произошедшего. Я хотел спросить бы у режиссеров, есть ли у нас возможность связаться с Марией. Маша, слышишь ли ты меня? Да, Илья, я слышу вас. Маш, ждем детали. Что сейчас происходит на месте? Удается ли справиться с пожаром? Есть ли погибшие и пострадавшие? Илья, поскольку близко к зданию подойти никому, кроме пожарных, не получается. Здесь при каждом сильном порыве ветра с крыши начинают влететь огромные куски горящего картона, предметы мебели, поэтому ближе, чем к соседним домам, никто здесь не подходит. По ощущениям, здесь собрались около, ну, несколько тысяч человек, все снимают. Я думаю, что это событие станет главным событием на следующей неделе. И все, кто здесь присутствуют, сходятся в одном, такого они никогда не видели. И в каких-то технических моментах могу отметить, что, поскольку дом 25-этажный, самый пик возгорания на крыше, при каждом сильном порыве ветра здание вот буквально как спечка вспыхивает по всей, и в ход длине. И я вот посчитала, пожарные лестницы хватает до 16-го этажа. Может быть, я ошиблась, и сейчас лестницу удалось раздвинуть чуть выше. Но до крыши здания эта лестница точно не достает. От сильного возгорания здесь порвались провода, которые подводят, вот, я не знаю, это уличное освещение, либо электричество подходит к домам, поэтому в районе возможны перебои со светом. Ну, и хотелось бы отметить, что пожарным не удалось, вот, не знаю, какими-то специальными средствами отцепить территорию, людей отгоняют, ну, вот, просто увещевают, чтобы люди отошли подальше, потому что на моих глазах здесь порвались несколько проводов, и, конечно, были искры. В общем, здесь находиться небезопасно, но, тем не менее, людей очень много. Какие-то другие подробности постараемся сообщить в ближайших выпусках следующих новостей. Спасибо большое. Это была Мария Бухтуева, шеф-редактор новостей ТВК, который сейчас работает на улице Шахтеров. Мне подсказывает режиссер, что у нас есть возможность связаться с представителем Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Александром Якимовым. Александр, слышите ли вы меня? Да, да, да. Ждем от вас деталей. Удается ли справиться с пожаром? Действительно ли не хватает высоты лестни для того, чтобы тушить всю высоту здания? И как вы можете оценить сложность тушения этого пожара? Значит, на данный момент происходит заграние обшивки и балкона с 1 по 25 этаж. Объявлен ранг пожара номер 4. Это самый высокий ранг сложности в нашем городе. На данный момент работают и 16 единиц техники, и 30 человек личного состава. Сил и средств хватает. Думаю, что в течение получаса заграние уже будет локализовано. По причине пожара, конечно, будут выяснять все дознаватели уже после полной ликвидации пожара. Что ж, спасибо большое. Не будем отвлекать. Я думаю, что в следующих выпусках новостей обязательно мы еще раз свяжемся с представителями Главного управления МЧС России. Итак, вы сейчас слышали, что пожару на улице Шахтеров номер 40 присвоен 4-й максимальный ранг опасности. 16 единиц техники работают сейчас на месте. На связи со студией еще один мой коллега, корреспондент новостей ТВК Захар Письменных, который находится с другой стороны. Захар, вы связались с нами по скайпу. Сообщите, что вы видите со своей точки. Улица Алексеева. И я хочу отметить, буквально несколько минут назад в метре от меня упал огромный провода, который соединял вот эти... Захар, к сожалению, пропадает сигнал. Мы свяжемся с вами по телефону. Видимо, не хватает возможности интернета. Сообщают наши телезрители, что среди очевидцев поговаривают, что якобы в ближайшее время МЧС может принять решение сбрасывать воду на дом на вертолете. Официального подтверждения этого сейчас нет. А прямо сейчас у нас есть возможность поговорить с еще одним корреспондентом новостей ТВК, который с места события уже вернулся и сейчас работает здесь, в студии новостей ТВК. Это Екатерина Лукашенко. Кать, я знаю, что ты оказалась на месте в момент самого начала возгорания. Что там происходило? Можешь ли рассказать, насколько масштабный этот пожар? Илья, я живу не так далеко. На место событий я прибыла буквально через 10-15 минут. Когда я прибыла на место, горел только 25-й последний этаж. Но буквально за 15 минут огонь распространялся ниже, ниже, ниже. Это очень быстро было. За 15 минут люди в панике. Они выносили детей, выносили свое имущество, паспорта. Спасались. Машины не могли подъехать пожарные в этот момент. Хочу отметить, что так же, как и на Вавилово тогда, подключились помогать люди. Это гости нашего города. Они убирали машины буквально своими руками, чтобы дать пожарным машинам проехать к месту трагедии. Хочется еще добавить, опять же, огонь был, конечно, нереальной силы. Падали, как Мария Бухтуева уже говорила, картонки горящие, какие-то металлические частицы мебели. Летело с высоты огромной. Сотрудники МЧС между собой общались. Есть предположение, что на последних этажах остались люди. Конечно, сейчас эту информацию никто не подтверждает, но вероятность такая есть. Есть. Не припомню пожар такой силы за последние несколько лет. Это действительно огромная трагедия. Или я даже не знаю, что добавить. Может быть, у вас есть вопросы ко мне? Я очень надеюсь, что все же это не трагедия, поскольку, как мы слышали официально, пока у пострадавших и погибших информации нет. Я думаю, что в ближайшее время это станет известно. Очень хочется верить, что людей там не было все-таки. Вопрос, поскольку вы были очевидцами, настолько действительно затруднен был въезд пожарных машин туда. Действительно ли там заставлены все дворы и проехать там было невозможно? Это действительно так. Проехать практически невозможно. На Шахтерах уже тогда была огромная пробка, то есть машины не могли подъехать ни с одной, ни с другой стороны, потому что подъезд только с улицы Шахтеров. Дворы, они были заставлены, то есть свободных мест вообще не было. Опять же, горели уже и машины, потому что летели с высоты какие-то вещи. Было очень, конечно, страшно. И сейчас там очень страшно. Ну да, мы слышали коллег, которые сейчас работают. И, конечно, хотелось бы, спасибо Катя, я думаю, что мы еще услышимся сегодня в прямом эфире новостей ТВК. И здесь хотелось бы отметить и попросить и наших коллег, которые сейчас работают на месте, и всех людей, местных жителей, максимально не мешать работе пожарных. И быть максимально осторожным, потому что вы слышали, что рассказывал Захар Письменных, что большой кусок картона, горящий кусок картона, едва не упал на него. Сейчас мне подсказывают, что у нас есть возможность связаться с одним из очевидцев, который живет рядом. Зовут его Алексей. Алексей, здравствуйте, слышите ли вы студию новостей ТВК? Да, здравствуйте, слышу. Алексей, расскажите, пожалуйста, как все происходило на ваших глазах, что вы увидели, как развивались события? Ну, я подошел буквально, когда дом только начинал все это дело разгораться, с самого низу он начал потихоньку все идти вверх, вверх и вверх. И вот прям это было такое совсем уж сильное такое зрелище. Я даже испугался, потому что недалеко от меня уже бежил брат, думал, что это его дом. И потихоньку, вот это все, это пламя потихоньку по дуге проходило с одной стороны до другой. Это было прям страшно. Скажите, пожалуйста, а реакция людей, которые живут в этом доме, насколько оперативно и организованно они покидали дом? Я, если честно, этого не видел. Я видел, что много людей туда выбегали. Выбегали некоторые с документами, некоторые видел людей, которые выносили домашних животных, роликов, собак увидел. То есть была паника, была очень сильная паника. Это прям свою атмосферу задавало. Что ж, спасибо большое. На прямой связи со студией новостей ТВК был Александр, очевидец, который наблюдал за пожаром с самого начала. Еще раз напомню для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. Итак, сегодня загорелся 25-этажный дом на улице Шахтеров, 40. Это жилой комплекс «Новая высота» строительной компании СИП «Абропромстрой». На момент прибытия пожарным огнем была охвачена полностью восточная часть здания с первого до последнего этажа. Огонь перекинулся на припаркованные во дворе автомобили. Была проведена эвакуация. По последним данным, сведений о пострадавших и погибших нет. Также, как в прямом эфире новостей ТВК сообщили представители главного управления МЧС России по краю пожару, присвоен четвертый максимальный ранг возгорания. 16 единиц техники сейчас работает на месте. 20 человек, плюс ко всему люди, которые там же наблюдают за всем, что происходит. По неподтвержденным пока сведениям, МЧС рассматривает возможность тушить пожар с вертолета, учитывая, что по наблюдению шеф-редактора новостей ТВК Марии Бухтуевой, которая работает на месте, не хватает высоты лестницы. Но, тем не менее, вы надеете, что с пожаром удастся справиться. Новости ТВК будут продолжать следить за развитием событий. Сейчас на место выехала наша передвижная телевизионная станция, которая, надеюсь, в ближайшие минуты окажется на месте. Ориентировочно следующий специальный выпуск новостей ТВК выйдет в эфир в 16.00. Если вам известны другие подробности, сообщайте о них по телефону 265-45-00, либо в нашей группе ВКонтакте, либо на сайте tvk6.ru, либо с помощью нашего СМС-сервиса. Обязательно увидимся.